Тема промежуточный мозг Промежуточный мозг диэнцефален расположен под мозолистым телом, состоит из таламического мозга и гипоталамуса. Серое вещество промежуточного мозга образует ядра, являющиеся центрами всех видов общей чувствительности, а также ядра, участвующие в функциях вегетативной нервной системы и нейросекреторные ядра. В белом веществе промежуточного мозга проходят восходящие и нисходящие проводящие пути. С промежуточным мозгом связаны две железы внутренней секреции – гипофиз и эпифиз. Полостью промежуточного мозга является третий желудочек. Границами промежуточного мозга на основании головного мозга служат передняя поверхность зрительного перекреста спереди, передний край заднего продрявленного вещества и зрительные тракты сзади. На дарсальной поверхности задней границей является борозда, отделяющая верхние холмики среднего мозга от заднего края таламуса. Таламический мозг, таламинцефалин, прикрыт полушариями головного мозга. Он состоит из таламуса, таламус над таламической, эпиталамус изоталамической, метаталамус областей. Таламус – зрительный бугор. Парный орган яйцевидной формы образован главным образом серым веществом. Его медиальные и задние поверхности свободны, поэтому таламусы хорошо видны на разрезе мозга. Передняя сторона каждого таламуса сращена с гипоталамусом. Передний конец, который называется передним бугорком, туберкулиум антериус, несколько заострен. Задний конец, называется подушкой, пульвинар, закруглен. Медиальная поверхность зрительных бугров обращена друг к другу. Они образуют боковые стенки полости промежуточного мозга третьего желудочка и соединены между собой межталамическим сращением – адхезия интерталямика. Латеральная поверхность таламуса прилежит к внутренней капсуле. Верхняя сторона таламуса участвует в образовании нижней стенки бокового желудочка. Таламус является подкорковым центром всех видов общей чувствительности. В нем выделяют 40 ядер, разделенных тонкими прослойками белого вещества. Принимая во внимание различное функциональное назначение ядер таламуса, можно выделить следующие их основные группы. Передние ядра таламуса – нуклеи антериоры с талями. Они являются подкорковыми центрами обоняния. Вентралатеральные ядра таламуса – нуклеи вентралатерали с талями. Являются подкорковыми центрами общей чувствительности. Задние ядра таламуса – нуклеи пастериоры с талями. Наряду с ядрами верхних холмиков среднего мозга и ядрами латеральных коленчатых тел являются подкорковыми центрами зрения. Срединные ядра являются подкорковыми центрами вестибулярных и слуховых функций. Медиальные ядра – нуклеи медиалис. На ядра этой группы поступают все виды информации от подкорковых центров общей и специальной чувствительности. Основным ядром этой группы считают дарсально-медиальное ядро – Nucleus medialis dorsalis. Оно является подкорковым чувствительным центром экстрапирамидной системы. И последняя группа ядер относится к ретикулярной формации Nucleus reticularis. Это многочисленные мелкие ядра, разбросанные во всех частях зрительного бугра, которые являются подкорковыми чувствительными центрами ретикулярной формации. Таким образом можно определить функции таламуса как 1. Участие в процессе движения 2. Обеспечение физиологического взаимодействия между различными центрами головного мозга 3. Обработка сенсорной информации и дальнейшая ее передача к коре большого мозга Зрительный бугор является отделом, который получает, собирает, обрабатывает или перенаправляет информацию для полноценной жизнедеятельности организма. Повреждение таламуса может привести к антероградной амнезии – это нарушение памяти о событиях после начала заболевания. При этой разновидности амнезии сохраняется память о событиях, произошедших до начала заболевания или до травмы. С таламусом связано редкое заболевание – фатальная семейная бессонница. Это редкое, неизлечимое, наследственное заболевание, при котором больной умирает от бессонницы. Известно всего 40 семей с этой болезнью. Эпиталамус включает поводки и треугольники поводков. Топографически к эпиталамусу относят непарное образование – эпифис или шишковидное тело, который как бы подвешен на двух поводках – хабенуле, соединенных с таламусом посредством треугольника поводка – тригоном хабенуле. В треугольниках поводков заложено ядро поводка – нуклеус хабенуле, относящийся к обонятельному анализатору. Заостренная верхушка железы лежит в борозде между верхними холмиками среднего мозга. В основании железы имеется шишковидное углубление – рецессу спинеалис, представляющее собой полость, которая является продолжением третьего желудочка. Снизу шишковидная железа ограничена задней спайкой мозга – комиссура церебрипастериор. Сверху от нее находится спайка поводков – комиссура хабенуляру. Эпифис является железой внутренней секреции. Он вырабатывает ряд гормонов, которые через поводки попадают в таламус, а оттуда в кровоток. В темноте эпифис вырабатывает мелатонин и антигонадотропин, которые угнетают выработку в гипофизе гормонов, влияющих на половую систему. В иное время суток выделяется тиротропин, непосредственно действующий на щитовидную железу, усиливая вне образования тиреоидных гормонов, а также калитропин – гормон, повышающий содержание в крови ионов калия. Метаталамус образован парными медиальным и латеральным коленчатыми телами, лежащими позади каждого таламуса и соединяющиеся с холмиками крыши среднего мозга при помощи ручек верхнего и нижнего холмиков. Медиальное коленчатое тело, корпус геникуляту медиали, находится под подушкой таламуса. Его ядра являются наряду с ядрами нижних холмиков четверохолмия подкорковым центром слухового анализатора. На нейронах медиального коленчатого тела заканчиваются волокна латеральной слуховой петли. Латеральное коленчатое тело, корпус геникуляту латерали, расположено возле нижней боковой стороны подушки таламуса. Его ядро и ядра верхних холмиков в четверохолме являются подкорковыми центрами зрительного анализатора. Ядра коленчатых тел связаны с корковыми центрами зрительного и слухового анализаторов. Гипоталамус представляет собой вентральную часть промежуточного мозга, располагается кпереди от ножек мозга. К гипоталамусу относят зрительный перекрест, зрительные тракты, сосцевидные тела, серый бугор и воронку. Анатомические границы гипоталамуса определены недостаточно четко. Связано это с тем, что некоторые группы клеток заходят в соседние области. Спереди гипоталамус граничит со зрительным перекрестом, задняя часть – с задним продырявленным веществом. Дарсолатерально гипоталамус доходит до медиального края мозолистого тела. На вентральной поверхности гипоталамуса в направлении сзади и наперед располагаются сосочковые или сосцевидные тела. Это парное сферической формы образования является подкорковым центром обоняния. Серый бугор, тубер цинеру, находится кпереди от сосочковых тел. С латеральной стороны он ограничен зрительными трактами, а спереди – зрительным перекрестом. Серый бугор представляет собой возвышение, состоящее из серого вещества. В направлении к низу он продолжается в воронку – инфундибулем, которая связана посредством тонкой ножки с гипофизом. Зрительный перекрест – хиазмооптику. Представляет собой четырехугольную пластинку. К передним углам зрительного перекреста подходят зрительные нервы. От задних углов подходят зрительные тракты. Зрительные тракты – что-то такое. Трактус оптикус – имеют вид белых тяжей, сращенных с веществом мозга. Они идут латерально и назад, огибают ножки мозга и заканчиваются в латеральных коленчатых телах. Серое вещество гипоталамуса располагается вокруг полости третьего желудочка мозга на различной глубине от его стенки и включает более 30 ядер. Но чаще всего ядра гипоталамуса разделяют на четыре группы. В частности, к передней группе относятся самые крупные ядра – это супраоптическое, предоптическое и паравентрикулярные ядра. Что для этих ядер вообще характерно? Они являются нейросекреторными. Нейросекреторные клетки гипоталамуса – это мультиполярные нейроны. Их нейроциты вырабатывают нейросекрет, который по аксонам стекает в заднюю долю гипофиза. Промежуточная группа ядер – это ядра серого бугра, воронки, собственно, паталамической области. Сюда относятся вентромедиальное ядро, дарсомедиальное гипоталамическое ядро, дарсальное гипоталамическое ядро, заднее перивентрикулярное ядро и дугообразное ядро. В частности, ядра промежуточной группы осуществляют анализ химического состава крови и спинно-мозговой жидкости с целью поддержания гомеостаза в крови. Дальше – это задние ядра, находятся в составе сосочковых тел и являются подкорковыми центрами обоняния. В каждом сосочковом теле находится медиальное и латеральное ядро. Следующая группа – это дорсолатеральные ядра, представленные задним гипоталамическим ядром, или ядром Луизи. Они являются главным ядром и выполняют роль интеграционного центра паталамической области промежуточного мозга. При их нарушении развиваются экстрапирамидные расстройства. Функциональная роль гипоталамуса очень велика. Он управляет функциями внутренней среды организма, обеспечивает гомеостаз. В гипоталамусе расположены центры, управляющие вегетативной нервной системой. Нейроны гипоталамуса секретируют нейрогормоны, а также факторы, стимулирующие или угнетающие выработку гормонов гипофиза. Многие патологии гипоталамуса характеризуются изменением массы тела, головными болями, неустойчивостью настроения, гипертензией, нарушением менструального цикла, повышенным аппетитом и жаждой. Например, гипоталамический синдром – это есть комплекс эндокринных обменных вегетативных расстройств, обусловленных патологией гипоталамуса. Еще одна патология, характерная для гипоталамуса – это гомортома гипоталамуса. Это доброкачественная опухоль, которая, как и многие другие поражения гипоталамуса, часто сопровождается преждевременным половым созреванием детей. Гипофиз – мозговой придаток в форме округлого образования, расположенный на нижней поверхности головного мозга в турецком седле кленовидной кости. Турецкое седло прикрыто диафрагмой седла с отверстием в центре, через которое гипофиз соединен с воронкой гипоталамуса промежуточного мозга. По бокам от гипофиза располагаются пещеристые веносные седли. Гипофиз является железой внутренней секреции. Вместе с нейроскреторными ядрами гипоталамуса образуют гипоталамогипофизарную систему. Гипофиз состоит из аденогипофиза и нейрогипофиза. Аденогипофиз состоит из хромофобных, ацидофильных и базофильных клеток. Гормоны аденогипофиза отвечают за определенные функции. Стимулируют коронопочечников, способствуют созреванию фолликулов в яичниках, способствуют образованию желтого тела, процессу овуляции, стимулируют рост организма. Клетки, которые образуют нейрогипофиз, называются питуицидами. В нейрогипофизе нет секреторных клеток, поэтому питуициды только способствуют проведению гормонов окситоцина и вазопрессина от передней группы ядер гипоталамуса до аксовазальных синапсов, через которые гормоны попадают в большой круг кровообращения. Между аденогипофизом и нейрогипофизом находится промежуточная доля, состоящая из псевдофолликулов. Гормоны клеток промежуточной доли стимулируют в пигментных клетках синтез меланина и освобождение жирных кислот в жировой ткани. Кровознавшение гипофиза особенное. Оно осуществляется с помощью портальной системы. Приносящие гипофизарные артели проникают в медиальное возвышение гипоталамуса, где разветвляются в капиллярной сети, которая является первичным капиллярным сплетением. Капилляры первичного сплетения собираются в портальные вены, сопровождающие гипофизарную ножку, и проникают в переднюю часть, где ветвятся до капилляров синусоидального типа, собственно, в передней части гипофиза, образуя здесь вторичную капиллярную сеть. Ее капилляры вливаются в носные вены, образуют, собственно говоря, в носные вены, по которым кровь, обогащенная гормонами, поступает в пещеристый синус. Таким образом, что характерно для кровоснажения гипофиза, так это в первую очередь наличие чудесной сети, которая также характерна для печени, почек и легких. Аномалии гипофиза. К аномалиям гипофиза относится гипоплазия гипофиза, то есть, собственно, недоразвития органа. Сюда относятся врожденный нанизм и карликовость, которые определяются дефицитом гормона роста. Также аномалией гипофиза может быть вторичный гипотиреоз, связанный с нарушением работы гипофиза или гипоталамуса, регулирующих выработку гормонов щитовидной железы. Третий желудочек является полостью промежуточного мозга, представляет собой сагитальную щель, расположенную в срединной плоскости. У третьего желудочка выделяют несколько стенок. Латеральная стенка представлена медиальными поверхностями зрительных бугров и, собственно, паталамической области. Дно представлено дарсальными поверхностями зрительного перекреста, серого бугра, вещества мозга между сосочковыми телами. На дне третьего желудочка имеются два углубления, recessus supraopticus et infundibuli. В качестве задней стенки отмечают заднюю спайку мозга и основание пифиза, в которое внедряется небольшое шишковидное углубление. Передняя стенка представлена столбами свода и передней белой спайкой. Дарсальная стенка сохранилась в виде слоя эпидемальных клеток, которые представляют собой сосудистую основу. К нижней стороне сосудистой основы прилежит сосудистое сплетение. Сосудистое сплетение третьего желудочка через межжелудочковые отверстия соединяется с сосудистым сплетением боковых желудочков. Ну и, собственно говоря, с чем сообщается третий желудочек? Он открывается в водопровод среднего мозга сзади, а через межжелудочковые отверстия, которые находятся в передней части боковых стенок третьего желудочка, имеются сообщения с боковыми желудочками большого мозга.